Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Где шипит, там и деньги на ветер. Сократить утечки сжатого воздуха призван новый проект литейщиков. Прошло всего два месяца, а здравница литейного завода омолодилась аж на три десятка лет. Капремонт завершился с наступлением весны. Элегантный, миниатюрный, в идеальных пропорциях на родине КамАЗа прошел всероссийский смотр масштабных автомоделей. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и делегация «Газпрома» посетили КамАЗ. На площадке автогиганта состоялось заседание Рабочего комитета по современным технологическим и перспективным проектам нефтегазового комплекса Международного делового конгресса. Тема заседания «Природный газ как газомоторное топливо будущего. Тенденции и перспективы». Отметим, что для КамАЗа производство газомоторной техники является одним из важнейших направлений. На сегодняшний день в газовом ассортименте выпускаемой продукции, кроме шасси, имеются самосвалы, бортовые автомобили, сидельные тягачи и автобусы. Так о чем же говорили на этой встрече, расскажем в нашем первом репортаже. Газомоторный рынок в стране стремительно развивается. Так, к плюсам можно отнести низкую стоимость топлива по сравнению с дизелем или бензином. Но главное, такой автотранспорт наносит гораздо меньший вред экологии. Поэтому в Татарстане при производственной поддержке КамАЗа активно передвигается природный газ как моторное топливо. За пять лет, если взять, как только мы начали серьезно заниматься газомоторным топливом, 11 раз увеличилось количество автомобилей, которые переведены или куплены уже на оборудование газомоторное. Два раза увеличено количество заправочных газовых станций. Стартует новый этап развития рынка газомоторного топлива в области применения уже теперь сжиженного природного газа в очень широком сегменте. Это и в автомобильном транспорте, причем, наверное, больше можно говорить об автобусном сообщении, о перевозках на дальние расстояния. КамАЗ по праву считается одним из российских лидеров по производству газомоторной техники. Сегодня серийно выпускаются более ста различных моделей грузовиков и автобусов. Поэтому для гостей перед началом работы комитета провели экскурсию по производствам автогиганта, основным из которых стал корпус по производству газомоторных автомобилей. В нашей мощности до 8 тысяч единиц техники в год мы считаем, что спрос будет только расширяться. В докладах видите, у всех одно и то же. Мы, наконец, дожили до того времени, когда можем говорить, что газомоторное топливо завоевало репутацию наиболее прогрессивно. Но одной репутации мало. Необходимы условия для работы такой техники в виде инфраструктуры газозаправочных станций. Над её развитием ещё необходимо работать. Однако, если для России проблема только в недостатке заправок, то в европейских странах существуют серьёзные проблемы с поставкой топлива в принципе. Сжиженный природный газ – это топливо будущего. Топливо будущего не только для грузовиков, но также в области бункировки судов. СПГ в Италию вынуждены завозить бочками из Марселя, Барселоны. То есть, это достаточно длинная транспортная цепочка. И это ограничивает экономически дальнейшее расширение СПГ. Спикеры отметили, что в Татарстане, в частности набережных Челнах, проведена огромная работа по применению газомоторного топлива. Таким образом, регион становится одним из лидеров страны в данной отрасли. Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинова и Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. Что успели сделать за первый квартал? На Литийном в рамках сессии стратегического развития завода по направлению ПСК руководители Кайдзен проектов отчитались перед директором о проделанной за три месяца работе. Доклады получились информативными и емкими. Просто было о чем рассказать. Под личным контролем Эдуарда Панфилова сейчас семь проектов, и все они необходимы для производства. Заслушала доклады руководителей и наша съемочная группа. В каждом отчете подробно о ходе реализации мероприятий в рамках проекта за четверть года и обязательно об экономическом эффекте. Некоторые цифры впечатляют. Самый высокий потенциал у проекта, направленного на стопроцентное сокращение утечек сжатого воздуха. Он может помочь сэкономить заводу до 30 миллионов в год. Только по состоянию на март расходы уже удалось сократить практически в два раза. Была проведена гигантская работа начальниками цехов, мастерами, бригадирами по точечному определению на планировках, где есть утечки. Как обычно были листы проблем и сроки, когда это будет устраняться. Причем к работе привлекли не только ремонтный персонал, который обслуживает вот эти системы подачи воздуха и так далее, но и производственный персонал, который эксплуатирует. С февраля по март было устранено около 80% утечек сжатого воздуха на технологическом оборудовании от всех зафиксированных в этот период. Подробный анализ позволил оценить причины утечек, спланировать дальнейшие действия. Были приняты профилактические меры. Специальный план теперь регламентирует действия персонала для предупреждения утечек и их своевременного выявления. Еще одно направление, которое коснулось всех производств литейного завода, привлекло к себе внимание в январе, во время планового массового ремонта оснастки. Задумались, как оптимизировать бумажную работу. Решили внедрять электронные варианты конструкторской документации нормализованных элементов оснастки. На ремонтных базах появились компьютеры. Объем действительно большой, вот его заканчивают, потому что оснастки и нормализованных элементов к ней безумное количество. Отсканировали фактически все нормализованные элементы, которые существуют, и можно спокойно зайти в базу на те, которые вывести на принтер, распечатать, спокойно отрабатывать и понимать, что это такое. Также имеются кайдзен-проекты, призванные сократить число перемещений отливок, снизить расход пластиковых заготовок, оптимизировать использование формовочного песка. В общем, максимально подогнать производственные процессы под характеристику «бережливые». Работать над устранением потерь продолжают представители самых разных служб и подразделений литейки, объединившиеся в команды. Следующие отчеты руководители предоставят летом, уже по итогам второго квартала. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Дорогу молодым. Сотрудники завода двигателей Андрей Верезумский и Айнур Мерсоетов побывали на 11-м образовательном форуме молодых рационализаторов и изобретателей республики. Проходил он в Зеленодольске. Принять участие в образовательной программе могли молодые люди до 30 лет. Съемочная группа Вести и КамАЗа встретилась с гениями завода, чтобы узнать, какие из их проектов уже внедрены на автогиганте. Андрей Верезумский 10 лет работает наладчиком КПА в лаборатории промышленной электроники на заводе двигателей. В его сферу деятельности входит обслуживание импортного оборудования, станков, их наладка и модернизация. За это время он разработал более 30 раз предложений. Одно из них – стенд обкатки раздаточной коробки. Мной была разработана визуализация, также управляющая программа для оператора, где он может отслеживать все параметры раздаточной коробки, давление, шум, также контролировать включение механизмов, задавать нагрузку. В планах Андрея Верезумского создать 3D-проект визуализации. В перспективе – сделать план завода, корпуса, в котором находятся станки, и подготовить схему с описанием всех характеристик оборудования. Еще один мозг КАМАЗа – ведущий инженер-технолог Технологического бюро сопровождения производства продукции завода двигателей. В его копилке также немало предложений по улучшению качества продукции. Так на этом станке обрабатываются детали. Мое первое предложение как раз касалось изменение оправки под это центровочное отверстие. Мы ввели пазы на резьбовой части, чтобы превратить витки резьбы от замятия. Андрей Верезумский и Айнур Мерсоетов нацелены на то, чтобы КАМАЗ оставался лидером по выпуску грузовиков не только в России, но и за ее пределами. И они готовы вкладывать максимум сил, чтобы на заводе все было на высшем уровне. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. На КАМАЗе подвели итоги игрового марафона «Звездный путь». В течение пяти месяцев более 450 резервистов-автогиганты выполняли различные задания. По итогам конкурса третье место получил главный специалист Департамента проектного и инвестиционного управления Ильфат Арсланов. Второе место досталось инженеру отдела маркетинга и договора ФРИЗа Людмиле Кукиной. Призеры получили сертификаты на обучение. А кто же стал победителем? Ответ на этот вопрос в нашем материале. Такой «Звездный путь» запомнится многим. Проект вызвал большой интерес сотрудников автогиганта. Конкуренция была огромная, но победитель только один. Ильгиз Мамлеев – замдиректора департамента по обеспечению металлом и материалами логистического центра. Ему вручен сертификат на обучение на 55 тысяч рублей. И сейчас победитель уже может раскрыть секрет своего успеха. Кейсовое задание было лучше решать в конце этапа, потому как уже к этому времени мы набирались опыта по этой теме, хотя это задание появлялось уже в первую неделю. Ильгиз Мамлеев работает на КАМАЗе более 30 лет. Казалось бы, он знает абсолютно всё. Но, по словам мужчины, он всегда старается узнавать что-то новое, улучшать свои профессиональные навыки, а полученные знания применять на практике. Любые знания и навыки, если их не применять, они не имеют никакой ценности. Поэтому, обучаясь, нужно это всё применять в своей работе, и тогда это всё закрепится и будет успех. По словам Ильгиза Мамлеева, данный проект помог ему наладить связь с другими сотрудниками КАМАЗа. В состав автогиганта входит несколько заводов и подразделений, и не все работники могли бы встретиться и познакомиться, если бы не звёздный путь. Кристина Маматова, Эльмира Гайнудинова, Радия Ганеев, Вести КАМАЗа. Капитальный ремонт – дел полезное, тем более там, куда обращаются за медицинской помощью каждый день. Светлым и обновлённым предстал перед посетителями здравпункт литейного завода в 9-м АБК. Теперь он больше напоминает современную поликлинику. Всего за два месяца здравпункт преобразился до неузнаваемости. Последний раз таким свежим он был около 30 лет назад. Порядка 200 человек, которые обслуживаются здесь ежедневно, уже смогли оценить созданные для них комфорт и уют. Оценили их и наши корреспонденты. Кап-ремонт коснулся всех помещений работающего круглосуточно здравпункта, физиотерапевтического кабинета, перевязочного, прививочного, процедурного кабинета, помещения для приёма, кабинета заведующей, комнаты персонала и санитарный. Приятно заходить в здравпункт. Кабинеты стали чистые, светлые, просторные. Особая гордость здравпункта – физиотерапевтический кабинет. Он оснащён ингаляторием, аппаратами электрофореза, диадинамического тока, УВЧ, вибромассажёром, магнитолазером. Всего порядка 15 единиц оборудования. Физиотерапевтический кабинет оснащался с учётом не только нозологических заболеваний, которые присущи любому человеку, но и с учётом профессиональных заболеваний, которые характерны для литейного производства. Это вибрационная болезнь, это заболевания органов дыхания, нейросенсорная тугоухость и костно-мышечная система, потому что работы, связанные с пренапряжением опорно-двигательного аппарата, у нас превалируют над другими видами работы. Здравпункт переведён на автономное отопление, которое поддерживает необходимый температурный режим. К слову, это один из двух здравпунктов литейного завода. За год в них за медицинской помощью обращается около тысячи человек. Стоит отметить, что обновляют КАМАЗовские здравницы одну за другой. За последние три года медорганизация, обслуживающая КАМАЗ, провела большую работу по дополнительному оснащению и замене медицинского оборудования. В 2017 году капитально отремонтировали здравпункты кузнечного завода и центра закупок. Теперь этот список дополнил и литейный. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Лучшие модели со всей России, миниатюрных размеров и идеальных параметров. В Набережных Челнах прошёл восьмой всероссийский слёт моделистов. Почти половина выставленных работ – это автомобили КАМАЗ разных модификаций и техник исполнения. В честь 50-летия автогиганта организаторы даже учредили специальную номинацию и выбрали самый лучший, по их мнению, грузовик, представленный в масштабе 1 к 43. Где прописан обладатель почётного титула и как его шедевр создавался – об этом Екатерина Романова. В этом году слёт собрал рекордное количество участников от Красноярска до далёкой Германии. Профессионалы, любители и совсем ещё юные новички приехали на берега КАМА, объединённые одной целью – узнать ещё больше о своём любимом занятии – моделировании. Есть моделисты, которые занимаются этим практически профессионально, то есть изготавливают модели не только для себя, но и под заказ. Большинство, конечно, здесь именно для себя делают, для своего интереса, для своей полочки. Именно для таких любителей организаторы совместно с представителями автогиганта решили провести конкурс, посвящённый 50-летию КАМАЗа. Для нас сам отбор был очень сложный, потому что очень высокий уровень профессионализма, во-первых, моделистов. Мы всё-таки представляем какую-то экспертную группу, но не являемся экспертами в моделизме, поэтому мы исходили из собственных внутренних ощущений. Все участники спецноминаций получили призы, ну а первое место досталось представителю Казанского клуба 1 к 43 Михаилу Назарову, который два года назад, вооружившись простой рулеткой, запечатлел КАМАЗ-65801 в своём блокноте. История изготовления модели началась два года назад, с того момента, когда в Казань на высокую гору с КАМАЗа приехали на тест-драйв представители завода. Эта модель была представлена там, соответственно, удалось снять размеры с неё. Далее две недели на изготовление деталей из латунного листа, затем сборка, пайка, шлифовка и через месяц новенький миниатюрный красавец занял достойное место на полке коллекционера. Стоит добавить, что Михаил уже более 25 лет занимается изготовлением моделей КАМАЗов и считает наш автомобиль самым лучшим и красивым на рынке грузового автотранспорта всего мира. Екатерина Романова, Радик Ганеев, Вести КАМАЗа. Не надо мусорить, надо убираться. Экологическая акция молодёжи КАМАЗа прошла в парке Прибрежный. Сколько мусора собрали? Отчёт в мешках и килограммах смотрите 15 апреля в 18.00 на телеканале Чулны ТВ. Этот выпуск Вестей КАМАЗа для вас провели Павел Михно и Ксения Чернильцева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»